А мы перейдем к следующему разделу, это введение в проповедь. Мы поработали над организацией материала, и сейчас мы переходим к разделу введение в проповедь. Это все как бы подпункты одного и того же, организации материала, но как делать введение и как заключение проповеди делать. Введение в проповедь, вступление в проповедь или введение в проповедь. Вы знаете, что головы людей, пришедших на собрание, часто забиты чем только угодно. Люди пришли, кому-то жарко в собрании, кому-то холодно. Кто-то думает, выключил ли он утюг или закрутил ли кран. Двери хлопают, кто-то опоздал на собрание, дети бегают. Надо проповедовать. И как зацепить людей, чтобы они пошли за тобой? Как повести их с собой? И вот здесь очень важно введение. Когда проповедник выходит на кафедру, как он захватит людей? Потянет ли он людей за собой? Введение. Для чего нужно введение? Первое, построить мост между проповедником и слушателями. Расположить слушателей. Помните апостола Павла в Деяниях апостола? Как в 17 главе он проповедовал. Вот когда у него был этот, с язычниками встретился, он говорит, по всему вижу, что вы люди набожные. Он так немножко к ним мягко подошел. Но у них было стремление к чему-то. У них было много идолов, они стремились к этому. Но он расположил, захватил их внимание, вот этих философов. И они его слушали. По крайней мере до того пункта, пока он начал говорить о воскресении. Но все же несколько людей покаялось. И среди них Денисия репагид. Значит кто-то откликнулся, проповедь оказала воздействие. Иногда говорят в комментариях, некоторые исследователи пишут, это неудачная проповедь апостола Павла. Я не считаю. В Афинах покаялось несколько человек. Да еще один из них важный, и женщина одна очень важная. Это большой успех, это большое благословение. Вот от проповеди апостола Павла. Причем к язычникам была проповедь. Эти люди не были готовы совершенно. Они поклонялись идолам и сразу пришли к Господу построить мост. Возбудите слушателей интерес. Это еще цель введения. Кто-то сказал, что есть три вида проповедников. Те, кого невозможно слушать, те, кого можно слушать, и те, кого невозможно не слушать. Далеко не все люди заставляют себя слушать проповедника. Я иногда, когда свободен от проповеди, бывает вечером я сажусь на балкон у себя в церкви и смотрю за людьми. Я вижу, что часто люди совершенно не готовы, не собираются слушать проповедника. И зависит от проповедника, сможет ли он потянуть их за собою. Сможет ли он захватить их, заставить идти вместе с ним. С чего он начнет. И надо что-то актуальное сказать, чтобы заставило людей пойти за ними. Помните апостола Павла Петра, Деяние 2 глава. Шум какой-то. Апостол Павел встал, говорит, Петр, и он сразу обратил внимание на происходящее. Он не стал сразу цитировать Библию. Он говорит, по всему вижу, что эти люди не пьяны. Потому что уже такое время, нельзя еще говорить об этом, чтобы они напились. Он захватил людей. И проповедники пытаются делать это разными способами. Например, проповедник может вычискать, есть ли жизнь на Марсе. Важный вопрос. Но более важен вопрос, есть ли жизнь после смерти. И он начинает рассказывать о жизни после смерти. Он захватывает людей. Цель введения дать предварительный обзор проповедей и настроить на тему. Настроить на тему. Особенно это важно, вообще, когда в любом случае даже, я думаю, предварительный обзор проповеди, неплохо сказать, о чем я буду говорить. Настроить людей, чтобы люди понимали, чтобы люди приготовились к слушанию, показать. И некоторые проповедники даже в своих проповедях, например, Спержин, он часто в начале, вот вы заметите, если читаете его проповеди, он в самом начале план свой представляет. И он говорит, как введение в своей проповеди, давайте молиться, например, Спержин говорит, чтобы проповедь надолго сохранилась в нашей памяти, утром я разделю свои рассуждения на что-то исключительное в своем роде. Сначала я буду рассматривать этот текст с этой стороны, потом буду говорить о качествах, потом буду делать какие-то выводы о том-то и том-то. И он как бы последовательно объясняет людям, о чем он будет говорить. Он настраивает людей на тему. Еще одна из целей введения связать с предыдущими проповедями. Но это важно, если вы говорите, произносите серию проповедей. Помните, мы вчера говорили о сериях проповедей, например, вот я проповедовал на горной проповеди, и мне приходилось каждый раз, и это хорошо было, возвращаться. Вот мы говорили о молитве или о милостыне, а сейчас мы переходим к молитве, как нужно молиться, а потом мы переходим к посту. И каждый раз мы связывали, и получалось такое хорошее очень напоминание о том, что мы говорили. или когда мы проповедуем о заповедях блаженства. Вот у нас была эта заповедь, а сегодня мы об этой, но как она связана? И введение служит этой цели, чтобы связать. Какие типы введения, вступления в проповедь? В одной из церквей, вот я имел возможность благословенно проповедовать в течение нескольких лет в одной церкви большой, и мне указывали на то, что проповедь всегда должна начинаться с текста Библии. Вот я помню, даже кто-то записку прислал на кафедру, после того, как я начал с примера проповедь, записка пришла, и там было написано, в начале было слово. Ну, это такое, может быть, не совсем правильное употребление текста Библии. Но ясно, что чтение текста может быть эффективным. Это может быть одним из типов вступления. Вот хотя на самом деле, когда мы читаем проповеди великих проповедников, мы видим, что они по-разному начинали свои проповеди. Кто-то из примера, кто-то из текста, кто-то из обращения к людям, можно по-разному. Но один из методов, хороший, старинный, добрый метод – текст. Просто прочитать библейский текст. Очень сильный и хороший метод. Причем, как мы вчера говорили, даже не просто прочитать, а прочитать его очень хорошо, с расстановкой, с чувством, как мы говорим, с толком. Обратить внимание такое, прочитать ясно и выразительно. Вот так делали хорошие проповедники многие, вводили в текст, начинали с текста, с чтения текста и объяснения текста, обращение к тексту. Ну, иногда это делается очень просто. Например, проповедь Алексея Михайловича Бычкова, он начинает проповедь по книге Деяний, и он говорит в начале. «Сегодня я хочу, чтобы мы с вами обратились к 16 главе книги Деяний апостолов в 31 стиху». Нет, это Билли Грэма до начала, прошу прощения. И он говорит, «Сегодня я хочу, чтобы мы обратились к 16 главе книги Деяний апостолов в 31 стиху. У скольких из вас с собой есть Библии? Поднимите их. Тысячи Библии. Замечательно. Берите с собой Библию на каждое служение». Итак, 31 стих 16 главы. И он начинает читать. Это как-то привлекает внимание. Он не просто сказал, прочитаем текст Иоанна 3,16. Как-то захватил людей, побудил их Библии приносить, открыть их Библии, и затем они начинают читать. Или вот Оригена. Мы вчера вспоминали Оригена, как он красиво начинает проповедь о песне-песне. И он так начинает. От Моисея мы уже узнали, что некоторые места не просто святые, а святое святых. И определенные дни не просто субботы, а суббота-суббота. А теперь Соломон учит нас тому, что есть не просто песни, а песня-песни. Благословен тот, кто входит во святое место, но гораздо более благословен тот, кто входит во святое святых. Блажен тот, кто соблюдает субботу, но блаженнее тот, кто соблюдает субботы-суббот. Также блажен тот, кто понимает песни и поет их. Конечно, никто не поет, кроме как в праздники. Но блаженнее тот, кто поет песню-песней. И вот таким образом он переходит к книге песни Соломона. Или вот другой проповедник Мартин Ллойд Джонс начинает притчу о блудном сыне. Эта притча, как изречение нашего Господа, хорошо известна и знакома как притча о блудном сыне. Никакую другую притчу так не цитируют на религиозных дебатах и не используют в поддержку теориям и спорам. На самом деле удивляет бесконечное разнообразие применение этой притчи и безграничность возможных выводов, которым она ведет. Итак, прочитаем эту притчу. То есть не просто выйти и сказать, я прочитаю текст, а интересно сказать что-то об этом тексте. Подчеркнуть, насколько это значимый текст, вот какую роль он играет в жизни собраний, или в жизни людей, или в моей. Или сказать, что вот Господь для меня проговорил через этот текст, и оно сразу захватывает больше людей. Нежели когда мы просто выходим и говорим, там, римлянам 3.17. Не так звучит. Вводить, текстуальный метод. Второй метод, контекстуальный, контекст. Помните, мы вчера говорили об историко-культурном фоне. И здесь мы тоже можем применять это как материал для введения, историко-культурный вывод, выводы какие-то. Например, когда мы проповедуем по книге Исход, мы можем задать вопрос, начать с этого. Сколько вы думаете времени нужно, чтобы дойти из Египта в Ханаан? 10 дней, 11 дней, мало времени. А сколько времени понадобилось на это израильтянам? 40 лет. Почему? И мы начинаем проповедь. Или проповедник может так сказать. Ладикея славилась производством глазной мази. Но обличая эту церковь, Христос говорит, ты слеп. И это уже заинтересовывает слушателей. То есть мы поработали, немножко собрали какой-то историко-культурный анализ. И это помогает нам затем сделать какие-то выводы и начать проповедь. Поэтому вот эти итоги или результаты историко-культурного анализа, они не проходят бесследно. Вот если вы занимаетесь внимательным изучением Библии, если вы читаете какие-то словари, справочники, это всегда будет очень полезным для того, чтобы использовать и применить в той же проповеди. Контекст. Ситуационный метод. Это ситуации. Когда мы обращаемся к какой-то ситуации. Вот и мы начинаем ситуацию. Например, на похоронах мы обычно не приводим какие-то экстраординарные примеры. Мы просто говорим, мы собрались по случаю смерти нашего дорогого брата и начинаем проповедовать. Но когда что-то происходит в жизни, скажем, мы находим жертвенник неведомому Богу, как это находил апостол Павел. Например, где-то произошла трагедия, особенно если она в нашем городе произошла. Мы можем с этого начать. Какой-то конфликт, военный конфликт. Была война Израиль, Газа. Можно что-то об этом вспомнить и сказать об этом. Вот насколько люди... Вот я помню, как раз когда шел этот конфликт, и мне попала интересная информация. Есть такой сайт в интернете, очень интересную информацию представляет. И там гибло много людей. Вот каждый день там писали то 20 человек, то 100 даже человек. Очень много людей погибло во время конфликта. А я прочитал, оказывается, каждый день в мире в результате дорожно-транспортных происшествий гибнет примерно 3000 человек. 3000 человек в дорожно-транспортных происшествиях. Никакой войны. Каждый день примерно 1000 человек в мире тонет. Каждый день примерно 800 человек гибнет от пожара. Каждый день примерно 1400 человек погибает от насилия, не связанного с войной. Заметьте, люди возмущаются, пишут, 15-20, сотни людей погибло. Мы не замечаем, каждый день 1000 гибнут. Каждый день при абортах миллионы людей погибает от абортов. И когда об этом послушаешь, оказывается, что просто чудо, что мы дожили до этого времени. Треть людей буквально, не меньше, наверное, погибает при абортах. Они не смогли даже родиться. Потом в детстве, потом малярия, сердечные болезни. Это намного больше, чем от дорожно-транспортных происшествий. От сердца болезней, рака и прочего. Цифры потрясают. Мы приводим, и это сразу такие цифры, и сразу у людей внимание. Люди, подумайте о своей жизни, подумайте о том, как вы живете с Богом. Ситуация. Мы обращаем внимание на ситуацию. Четвертый метод – иллюстрация. Метод иллюстрации, но это особенно хорошо, когда мы проповедуем людям, не знающим Бога. Особенно там Емундельсионная проповедь, какой-то пример, чтобы привлечь внимание людей. Вот мне понравился пример Билли Грэма, когда он проповедует на одной из заповедей Нагорной проповеди. И он так начинает. Он рассказывает о человеке, который пришел к своему доктору. Он пришел к доктору, и доктор уверенно произнес, думаю, что могу предложить вам решение ваших проблем. А человек ответил, очень надеюсь, доктор, мне давно следовало бы прийти к вам. Доктор спросил, а куда же вы ходили раньше? Я ходил к аптекарю. Ну, доктор так едко заметил, ну и, наверное, он дал вам какой-нибудь глупый совет. Он посоветовал мне прийти к вам, отвечает человек. Вот какой глупый совет. И дальше Билли Грэм говорит, когда у вас проблема, надо знать, к кому идти. Если у вас болит душа, к кому вы пойдете, кто вам поможет? И он начинает говорить о Боге. Христос использовал очень много примеров. Заметьте, он задавал вопросы. Он использовал визуальный метод. Ребенка на руки брал и рассказывал, или показывал на лилии. Вот, если он так говорил, так и мы можем делать. То есть, вступление может быть разнообразным. Вот то, что я здесь привел, четыре метода, это даже мало. Можно больше использовать. Можно использовать наглядные методы. Но не так, конечно, как один из проповедник, который принес на кафедру камень и говорил, вот камень, которым Давид убил Голиафа. Вот это может быть уже чересчур. Но что-то наглядное, кто-то свечу приносил. Может быть, не всегда это смотрится красиво, надо уместно все это делать. Это может быть какой-то цветок, это может быть какая-то книга, когда проповедник может показать какой-то огромный том, энциклопедию громадную, в которой несколько тысяч страниц, и сказать, а знаете ли вы, что вот одна клетка, сотворенная Богом, содержит больше информации, чем этот том большой. Насколько Бог велик, как Бог чудит в своем творении. И таким образом можно начать свою проповедь. Какой-то наглядный материал, мы его мало используем, но наглядный материал очень полезен. Очень полезен иногда. Главное здесь как-то все уместно делать. Уместно и красиво. Но если это красиво делать, можно делать. Итак, я хочу уже закончить эту тему последним разделом. Чем отличаются хорошие вступления? Чем отличаются хорошие вступления? Ну, первое, оно короткое. Вступление не должно быть длинным. Введение это не дом. Введение это крыльцо дома. Крыльцо для того, чтобы зайти в дом. И когда, иногда проповедник проповедует 15-20 минут, потом говорит, ну а сейчас перейдем к основной части проповеди. Ну, это уже ненормально. Одна женщина заметила, что проповедник так долго накрывал на стол, что аппетит пропал. Вот это уже ненормально. Когда слишком долго говорит. Если мы могли взять такую иллюстрацию, вот скажем, иллюстрацию стрелы. Вы знаете стрелу или иллюстрацию меча. Вот, меч, допустим. Я не художник, но в принципе понятно, что это меч, да? Стрела. И если взять введение, в стреле введение вот это острие. Оперение это уже заключение. И вот основная часть. То есть, оно короткое. Или введение в мече это вот это острие. Или может быть наоборот лучше сказать. Ручка это введение. Вот этим основная часть. А заключение это острие, которое мы поражаем грешникам. Короткое введение. Введение должно быть коротким. Второе. Введение должно быть интересным и привлекательным. Ну, это не значит, что надо выискивать что-то необычное. Какие-то шутки рассказывать сверх нормальные. Ну, это можно интересно сказать без чего-то пошлого. Просто красиво. Например, мне понравилось введение, один человек говорил. Сегодня я буду говорить первую из серии проповеди «Великие слова Библии». Три слова захватывают мое внимание, волнуют мою мысль. Ждите. Это слово для проповеди в следующее воскресенье. Идите. Об этом мы будем говорить через две недели. Придите. Это слово на сегодня. Вот. И люди чего-то ожидают. Это вот по теме этой Матфея 11, 28. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные. В это время люди обычно решают в обведении. Слушать вас или не слушать. Если введение будет хорошим, они решат, что они пойдут вместе с вами. Они будут слушать. Или вы их потеряете. Это очень много значит первые несколько минут. Третье. Связанное с темой, подчеркивающее важность темы. Кто-то заметил, если вступление может быть использовано для любой другой проповеди, кроме этой, значит это не самое лучшее вступление. То есть, если вы можете брать вступление для любой проповеди, оно должно быть связано с темой. Не просто интересное. Иногда мы слышим какие-то примеры смешные. Люди рассмеялись. Но как это связано с темой? Ввело ли это человека в тему? Вступление должно быть связано с темой. Четвертое. Хорошо подготовленное. Вступление требует хорошей подготовки. Бывает такое, что проповедник все приготовил проповедь. Ну, думает, по дороге вступление или пока на кафедру буду выходить. И потом получается. Он выходит, устал, неделя была тяжелой, ничего не сделал. А некоторые братья начинают еще извиняться. Вот я не подготовился. Я пошел в братскую, никто не был готов. Я вынужден был проповедовать. А жена заболела и так далее. Зачем? Классическое правило гомеретики. Никогда не извиняться за свою проповедь. Если вы не подготовлены, люди это заметят. Если вы готовы, а может быть и не заметят даже. Но зачем вы тогда проповедуете, если вы не готовы? Вы сразу же настраиваете людей против себя. Не извиняться. Не говорите о своей неподготовленности. И последнее разнообразие вступления. Старайтесь делать вступление разнообразным. Вот сравните, посмотрите, как проповедовал Даниил, как и Зекиил проповедовал Иисус, и вы увидите, что они по-разному передавали истину. Так и вы. Не делайте одинаково. Поразите своих слушателей чем-то новым. Каким-то новым видением, новым примером, наглядным пособием и так далее. Чтобы захватить и повести их за собою. Итак, введение в проповеди. Хорошее вступление. Короткое, интересное, привлекательное, связанное с темой, хорошо подготовленное, целенаправленное, разнообразное. Вот на этом мы заканчиваем разговор об введении. После перерыва будем говорить о заключении проповеди.